Шоколад Предлагают на витринах магазинах не иметь ничего общего с настоящим продуктом из какао-бобов Подробности сладкой темы смотрим в нашем следующем сюжете Эта коробка натурального масла из какао-бобов во времена ацтеков стоила бы целой армии Тогда 10 шоколадных зерен меняли на одного раба Сегодня какао-масло не менее ценный продукт Поэтому многие кондитерские цеха его просто не используют Вот это не шоколад, это не шоколад, не шоколадная глазурь Производитель обязан на маркировке указывать состав продукта И как правило, если шоколад, так и пишут шоколадная глазурь Либо кондитерская глазурь с расшифровкой состава На этом предприятии в день расходуется около тонны кондитерской глазурь Здесь честно признаются, настоящий шоколад использовать нерентабельно Цена увеличивается в разы и массовому потребителю сладости становятся недоступны Многие фабрики из такого положения выходят иначе Закупают наиболее дешевые сорта какао-бобов и готовят натуральный продукт Правда, в экономном варианте возникает угроза дерматита Безусловно, мы теряем паразитов из состава шоколада, из состава какао-бобов Но остаются хитиновые оболочки этих насекомых Хитиновые оболочки представляют собой высококолергенный продукт Шоколадье Сергей Кадочников сладкому продукту посвятил более 14 лет Говорит, сегодня правда у лакомства горькое В России вообще нет определения того, что такое шоколад По ГОСТу требования не строгие Массовая доля какао-продуктов не должна быть меньше 25% Так его и производят При этом на этикетках пишут минимум 40% содержания натурального продукта То, чем наводнены полки наших магазинов, к сожалению, это однородная масса шоколада абсолютно среднего качества Можно, конечно, найти плитки более дорогие, но они таким спросом не пользуются А то, что активно рекламируется по телевизору на сегодня, это сегмент массовый, не имеющий того вкуса, который присущ натуральному шоколаду Если попробовать конфеты Сергея, возникает ощущение, что до этого настоящий шоколад ты никогда не ел Но такой товар, по прогнозам шоколадье, в России будет доступен для всех не раньше, чем через три года Столько времени, по прогнозам специалистов, необходимо для качественного развития этой индустрии Не все йогурты, это так и полезно Это три года